Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас очередной ролик, очередное видео. На этот раз, ну, давайте, наверное, начнем с другого. Я сейчас собираюсь уезжать с лодки. Собираюсь ехать на Азоры, потому что у нас там есть один проект. Нужно взять Амель и перегнать его в Европу. Особенность этого проекта заключается в том, что на Амель стоял закрытый в течение пяти лет. Нам нужно будет его привести в порядок, сделать так, чтобы он смог двигаться и перегнать его на материковую часть. Но при этом мне нужно свою лодку привести в состояние, в котором я могу ее оставить на месяц по времени. Итак, сегодняшний выпуск у нас будет заключаться в том, как мы готовим лодку к отъезду. Короче, что мы делаем с лодкой для того, чтобы ее покинуть на какой-то промежуток времени. И чтобы по приезду она у нас функционировала с наименьшим количеством поломок. Итак, это та тема сегодняшнего ролика. А теперь давайте разбираться в деталях. Погнали вперед! Итак, номер один. То, что я уже сделал. Во-первых, лодку нужно помыть пресной водой. Потому что особенно такие части, как вот рули. Рули помыты. И рули закрыты в чехлы. Потому что рули у нас, как вы знаете, кожаные. И если рули не содержать в закрытом виде, то ультрафиолет их очень быстро привезет в состояние полностью ушатанных. Вы, может быть, видели много чартерных лодок, у которых такие уже махровые, даже облезшая вот эта кожа. И посмотрите вот на вот эту кожу, которая еще глянцевая. Ну окей, хорошо. Я хожу на автопилоте, их руками мало трогаю. Но тем не менее. Короче, в чехол закрываем. Штурвал номер один. Номер два. С этим понятно. Следующая позиция. Следующая позиция. Мейнсейл. То есть грот, который я снимал, вы видели, я его отдал в ремонт. Он в ремонте и будет находиться. Но для того, чтобы мешок Лэзи Бэк и Джеки у меня там не болтались во все стороны, я сделал следующее. То есть вот, видите, я все очень плотно смотал, потому что все-таки здесь бывают достаточно сильные ветра. И чтобы избежать вот то, что это все начинает трепаться, разлетаться во все стороны, нужно это все закрепить. То есть Лэзи Бэк, парус снят, все в мешке, свернуто, супер, готово. Так, ну что, следующий пункт, что мы начинаем готовить в лодке, это снимаем эхо-саундер. Или эхо-лод. Так, передняя каюта, находится он у нас вот здесь. Но для этих целей нам понадобятся тряпки. Так, ну вот этот эхо-лод. Сейчас нужно здесь все обложить. Так, процедура на самом деле очень простая. Откручивается вот эта вот штука. Готовится вот эта вот штука. Тут есть указатель, что откуда-то туда и делается. Вот. Это просто пробка. Так, все, пробка закручена. Вот, видно, что оно чуть-чуть обросло. Там какие-то вон жучки бегают. Короче, это все можно будет потом почистить. Все, это готово. Теперь тут сейчас надо вымокать и все. Так, вуаля. Эта часть у нас готова. Теперь перед отъездом я хочу вымыть билдж-памп. Потому что нужно, чтобы он остался полностью в работоспособном состоянии. Билдж у нас находится вот здесь. Но мыть его так неудобно. Поэтому мы снимаем этот паел. Вот. Ну и уже вот в таком спокойном режиме будем его разбирать. Вот это вот датчик, который поплавок, он всплывает. Билдж срабатывает. Это у нас аварийный, ручной. Так, ну а сам билдж. Мы его сейчас разберем. И вытащим. Так, вот он. Ну, тут в этой части все, понятное дело, будет чисто. Вот здесь тоже. А вот тут надо будет взять просто тряпочку и все вымыть. Просто вся внутри вот эта часть, она покрывается такой слизью. И просто вот эту вот слизь убрать с бортов, этого будет вполне достаточно. Можно вообще эту всю штуку выкрутить, но я не вижу в этом особого смысла. Тем более я ее относительно недавно мыл. Все равно, скорее всего, что-то там накопилось. Так, ну и так, все равно там все датчики, вот эти вот трубки. Ну, все. Теперь берем эту штуку, просто собираем. Так, все. Это готово, проверяем. Ну, все. Это работает часть. Ну, собираем обратно. Это для мусора. Ну, и, собственно, крышку. Все. Билдж чист. Поехали. Следующий. Если сюда что-то много польется, ничего страшного в этом не будет. Ну, короче, все пошло не по плану, но такой план меня тоже устраивает. Короче, это просто вода чистая. Сейчас она все уйдет туда подпоел, ее белдж выкачивает. Зато будет чисто. И по приезду ничего не будет вонять адской вонью. Так, все. С этим все. Стиралку слили. Стиралку слили. Следующий пункт. Далее. Очень простая процедура. Холодец. Чпоньк. И пока он размораживается, еще можно из него что-то съесть. Но так как он будет выключен, стечет, то, собственно, и все. Ну что, начинаем закрывать рундуки. Немаловажная задача. Так, сюда идут маленькие замочки. Так, этот есть. Короче, все закрываем. Все на замке. Так, далее. Вот есть такая вот целая жменька ключей. Так, вот эти вот все штуки надо будет сейчас вот так же позакрывать. О, оно. Все, есть. И вот так вот все ключи нужно найти под все вот эти рундуки. Итак, самый важный момент. Это сделать так, чтобы по приезду унитазы были живые. Там есть сальники, которые рассыхаются. Итак, мы что делаем? Сливаем. Сливаем. Берем душ. И полностью промываем унитаз. Пресная вода. Очень важно, чтобы как раз вот весь тракт промыть. Так, цепи есть. Завершено. Теперь сюда мы выливаем масло. Обычное подсолнечное. Сверху, чтобы покрыть пленкой. Для того, чтобы не испарялась вода. Какой-то же момент есть такой. Все. Так оно и остается. Фу. Так, далее. Остатки еды идут у нас за борт. О, караси приплыли. Класс. Так, чтобы ничего не осталось. Если что-то останется, всему будет жопа. Немаловажный момент. Перекрываем холдинг танк. И перекрываем все вентили подачи воды для опреснителей, для всего. То есть, вот они. Так, вот они. Все, кондики у нас перекрыты. На самом деле, этого можно и не делать. Но можно и сделать. Так, далее. Перекрываем газ. Вот он у нас. Там, вот, есть такой. Вон там вентиль. Не знаю, видно, не видно. Короче. Оп. Положение перекрыто. И теперь идем. И я сниму с газового баллона вот эту вот саму крышку. Вот она. Вот она. И все. Эта часть тоже сделана. Закрываем стол. Так, прибор положили. Далее. Светильник снят. И теперь берем просто большой чехол. И накрываем весь стол. Это нужно для того, чтобы весь тик, который по возможности, его скрыть, чтобы он в нормальном состоянии был, когда мы приедем. Потому что вся тиковая палуба будет... off prop前. И еще раз. Продолжение следует... Теперь вот берем туз, Эль Тузо. Задача закрепить поводок от тузика на переднюю утку, иначе он может сделать очень много неприятных вещей с всякими там в мае, что влупиться. И нужно его сделать именно через верх. Вот, теперь закрываем окна. Риск, риск митигейшн. Ну все, теперь можем поднимать. Вот у нас идет тузик фал. Тузик фал идет у нас на вот эту лебедку. Нажимаем, смотрим вперед. А теперь мы его просто выставляем за поводок. Тузик фал идет туда, куда нам нужно. И все. Тузик фал идет. А сейчас нужно будет взять и тузик просто веревками привязать к палубе, чтобы он на ветру никуда не вылетел. А мотор я сейчас возьму цепью, привяжу его к леерам и будет надежно. Так, а теперь дефекта-сион. Мы берем просто обычную воду, обычный жавель, это просто хлорка. Я думаю остатки в баке более чем достаточно, всему каюк. А теперь вот эту штуку я просто выливаю в бак через заливную горловину. Так, а теперь задача следующая. Открываем холодную, горячую, вот так вместе и ждем пока не начнет пахнуть хлоркой сильно. И такую же процедуру делаем со всеми кранами. Вода готова, воду пролил через все тракты хлорированную, краны открыты, короче в этом плане все отлично. Туалеты, теперь электричество. Так, вот это у нас двигатель. Так, офф. Доместик оставляем у нас на нем, bilge pump. А эти мы себе спокойненько, чтобы они даже там нам ничего не тянули, все подключаем. Так, это все, это все негатив. Есть, доместик оставляем из-за bilge. С этим все. В дальнейшей серии мы будем делать что-то прикольное, но уже в Европе будет небольшой сюрприз касательно наших деятельностей, нашей активности именно в этом регионе. И мы переходим на формат 4К. Поэтому, друзья, подписываемся, ставим лайки, все что нужно, чтобы этот канал развивался и рос. И до встречи в следующей серии. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова